Купол диаметром 9 метров, 65 посадочных мест, самые последние инновационные мультимедийные технологии. Полное погружение в атмосферу космического пространства с эффектом присутствия. Самый большой современный цифровой планетарий Московской области открылся на территории Латкаринского завода оптического стекла. Вернее, планетарий-то здесь уже был, но совсем скромный. Видите, вот в углу стоит аппаратик маленький, который, собственно, это наш первый планетарий. На четырехметровый матерчатый купол давал проекцию звездного неба схематически. Ну, это вот было в 1998 году. И все вот это вот время, до сегодняшнего дня, мы шли к тому, чтобы открыть здесь Латкарином большой, современный, красивый, интересный планетарий. Оборудование поставило общество сферического кино. Здесь восьмиканальная цифровая проекция, акустический звук. В учебной зоне 30 микроскопов для проведения лекций и мастер-классов. Вообще, цифровой планетарий рассчитан прежде всего на школьников, чтобы как можно больше заинтересовать их наукой о космосе. И чтобы все наглядно, буквально, как говорится, на пальцах, и с впечатляющими аудио- и видеоэффектами. И хоть планетарий расположен на заводе оптического стекла, то есть режимном объекте, вход для юных астрономов будет открыт. Обращаются к нам учителя, директора школ. Мы выделяем, соответственно, согласовываем время, согласовываем программу и осуществляем все научные, так сказать, просветительские мероприятия. Здесь, помимо вообще просветительских таких программ, устраиваются квесты. Ну, то есть, чтобы школьникам здесь уже точно не было скучно. Планетарии оборудовали полностью на деньги спонсоров и благотворителей. Часть суммы дал завод. Из бюджета не потрачено ни копейки. Уже подготовлены интересные программы и шоу для первых посетителей. Это 60 примерно детских, развлекательных, научно-познавательных фильмов по астрономии и космонавтике. Ну, а также Ассоциация планетариев России. Также при содействии фонда президентских грантов создали сейчас новый фильм «Солнце и жизнь Земли», который они нам тоже преподнесли в подарок. И мы, как партнеры этого проекта, получили очень содержательный, очень красивый, красочный, познавательный фильм. Ожидается, что ребят здесь встретят после детних каникул с началом учебного года. И дальше планетарий составит непрерывный график приема экскурсионных групп. Максим Беспалов, Анна Шамовская, Анастасия Сазонова. Новости 360.